Судейский корпус. Главный судья. Джордж Магомед Магомедов. Судьи у клетки оценивают главное событие. Артур Шайхов, Фарид Нагаев, Андрей Ковалев, Ахмед Байсултанов и Александр Папандопулус. Вас, шутья, хронометристия, таймгейпер Федор Белоусов. И со звуком сирены рефери в октагоне. И когда сирен звучит, ваш рефери в октагоне Виктор Карандеев. Итак, дамы и господа на трибунах. Миллионы фанатов ACA во всем мире. В прямом эфире с арены Творца спорта юбилейной. На телеканале Матч Поец. Главный бой вечера в лиге ACA. Дамы и господинцы, и миллионы ACA фанатов по всему миру. Его дамы и господинцы, и я думаю, что дамы и господинцы, и я предлагаю вам нового бою. в синем углу. Introducing to your first firing out of the blue corner. Ему 25 лет. Рост 185 см. Вес 93,45 кг. Профессиональный рекорд. 8 побед. И только одно поражение. Лейтс и джентльмен. He's 25 лет. He's 25 лет. 105,7 кг. Weighing 93,45 кг. His professional record. 8 victories. And only one defeat. Дамы и господа. Он из списка России. Эльфар. Гасана. А вот и его соперник. Красного угла клетки. And his opponent. Across the cage. Fighting out of the red corner. Бойцу 31 год. Рост 175 см. Вес 93,3 кг. Профессиональный рекорд. 12 побед. При 4 поражениях. Лейтс и джентльмен. He's 21 лет. Станик. 175 см. Стал. Weighing 93,3 кг. His professional record. 12 побед. And 4 defeats. Дамы и господа. Из Краснодара, Россия. Приветствуйте. Грюкор. Матевася. Бойцы, работаем 5 раундов по 5 минут. Вы правило, знаете, не нарушаемо. Слушайте меня на протяжении всего боя. Если я говорю стоп, это стоп. Пожарные руки. Разошлись по углам. Покажите чистый и красивый бой. Итак, все готово к началу главного события на турнире ACA 181. Ильмар Гасанов против Григора Матавасяна. Полутяжелая весомая категория. Возможно, претендентский бой мы сейчас с вами наблюдаем. Так, смотрим. На данный момент вообще пояс вакантный. Будет он разыгрываться 15 декабря в Москве. Во встрече в ряду Надилова и Адланы Брагимова. Здесь из-за правосторонней стойки пытался поддавливать Григор на первых секундах. Абсолютно закономерным выглядит его желание работать первым номером. Он поддавливает, отбивает переднюю ногу с внутренней стороны. Хороший какой удар на скачке. Григор всегда показывал отличную скорость в борьбе. Ой, скорость, простите, в стойке. Очень интересно, как поставил защиту от борьбы. В случае чего Мурат Бичуев к Григору. Еще один удар. Хотя, опять же, главный тренер клуба Ахмат Мурат Бичуев сам является ударником в первую очередь. И здесь тоже есть определенный прогресс. Мурат Бичуев, Матавасяна. Но то, как он вставал из-под Муслима, это был большой скачок вперед. Здесь на грани фула было, но все в порядке. Тыча продолжается. Очень опасно остается на дистанции Григор. Гасанов хорош, скорость великолепная. Взорвался Эльмар. Несколько ударов выбросил. Но при этом общее положение дел не меняется. И так много пространства за спиной у Гасанова. Эпизодически возникает. Пять по пять здесь у нас. Да, пока тычками такими действует с точки зрения ударов на ногах. Клинч хороший. Кстати, тайский-то клинч. Это ведь база для Григора Матавасяна. И он идет в борьбу, но не получилось. Две минуты позади. Да, брат Матавасяна здесь как раз подсказывает ему. А клинч-то продолжается. И опять из-на грани фола плотно слева. Заключился Эльмар. Накидывает Матавасян. Просовывает руку, но ненадолго здесь хорошо удерживает позицию Эльмар-Гасанова. Да, несмотря на то, что Эльмар-Гасанов провел в лагере вместе с Муслимом Магомедовым, все-таки база у него ударная. И здесь до борьбы тоже не доходит. Я имею в виду именно перевод. Хартер. Двадцать. Пока без предупреждений со стороны Виктора Корнеева. Все-таки турнир Санкт-Петербурга. И неудивительно, что именно Виктор судит о главный бой. Она как раз представляет северную столицу. Жестко. Хорошо. Здесь включился Касанов после клинча. И опять немножко на задней ноге. Да, постоянно приходится ему поднимать переднюю ногу и понемногу отходить назад. Серия ударов. Все видел Григорь. Чуть поменьше. Чисто визуально Эльмар-Гасанов. Здесь при смене стойки провел атаку. Подаваясь, а в итоге опять клинч. Мене полутора минут. Пока у нас такой раунд-разведка. Причем разведка на всех этажах. А раунд при этом нужно будет кому-то отдавать. Коленями отрабатывает Матэвасян. И вот борьба. Более такая, скажем, осознанная попытка. Но нет. С клинчем заканчивается. И клинчем еще и в пользу Гасанова. Который вот здесь хорошо удерживает возле сетки. На выходе. Было несколько ударов от Эльмара. Но в основном по блоку. Ой-ой-ой. Какой хайкик. И добавляет еще. Рубиться собрался Матэвасян. Ничего себе. Действительно. Вот хайкик это что-то новенькое и неожиданное. Даже через защиту почувствовал эти попадания Гасанов. Борьба. Укладывает. Ненадолго. Правда, Матэвасян. Хвататься за сетку нельзя. Давит, давит Эльмар. Очень хорошо законтролировал под самый занавес. И это может быть очень важный перевод. Да, яркая концовка. Раскрылись. Ближе к последним секундам раунда. Спортсмены перерыв. Не большая концовка. Раскрыл. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди второй раунд. Григорь Мадамосян против Эльмара Гасанова. Да и зал юбилейного тоже поделился, кажется, пополам. Довольно много болельщиков активно поддерживает Григора. Здесь, можно сказать, такая уже армянская трибуна собралась. С другой стороны активно переживают за Эльмара. И важно сейчас отметить, что Корнеев следит за тем, как вытирают спортсмены. Реакция великолепная. У Виктора... Смотрите, такая ударная реакция. Смотел полотенце, все, выполнил свои функции. Поехали. Григорь! 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 Поехала нога. Но в этом плане очень... Два больших джентльмена у нас сегодня в клетке, поэтому пользоваться подобными оплошностями, я думаю, что ни тот, ни другой не будет. Тресенгует опять Мадамосян. Действует пока точно так же, как в начале. Первого раунда фронт-кик, уже назад. Ногами чаще стал работать Мадамосян. Задвигался, задвигался Гасана. Вынужден он перемещаться гораздо больше. Поджимает его Григорь. По кормусу. Заход в борьбу. Ну, собственно, как вы на студии говорили, с Раисовым по поводу большого количества клинча. Как-то напрашивалась эта мысль, и вот, собственно говоря, она материализовалась. Рассмотрим, что будет дальше. Это только второй раунд, но в дистанция. Ну и так же не забываем про рейтинговые расклады. Вторая позиция у Григора. Седьмая у Гасанова. Дело в том, что для Альмара это супер важный поединок. И Тросян как бы не пускает по столик претендентов к Муслиму. Гасанов, в свою очередь, стремится это место под солнцем занять. Но в любом случае впереди будет поединок победителя Гран-при и Муслима Магомедова. Скорее всего. А потом же все остальные. Очень здорово бил до этого времени Гасанов на разве клинча. Большинство его хороших ударов доходили именно в это время. Сейчас великолепный фронт-кик в исполнении Матавасяна. Опять он поддавливает. Пытается на левый боковой пойман. И неплохо там один раз попал. Мургасанов лоу-кик на лоу-кик. Три минуты еще есть. Это браунда. Все полных пятираундов в боев нет ни у того, ни у другого. И вообще интересно, как себя поведут бойцы, если дойдет до чемпионки отрезка. Очень много клинча и вот подобной работы. Как раз Матавасян тренирует с бойцом Исей Янг Иглс, Рассулом Сейхожаевым. Он еще габаритный. И поэтому удобнее, когда ты берешь себе соперника гораздо большего. Потом чуть-чуть или по тебе, или меньше оппонент. И в этом плане полегче должно быть. К чему я? По поводу кондиции. Что в принципе, мне кажется, что Матавасян должен чувствовать себя нормально. И если я ничего не путаю, у Рассула Сейхожаева, кажется, будет бой на Исей Янг Иглс совсем скоро. 15 ноября. Да, следите. И за Исей Янг Иглс в том числе и не пропустите турнир с Грозной. Пока клинч. Пока работа такая плотная возле сетки. Гасанов продолжает отключать здесь. Не просовываем пальцы в сетку. Да, вот вы слышите, что нельзя хвататься за сетку. Потому что имеет преимущество в этот момент Гасанов. Не держим сетку, говорю. Не держим сетку. Работаем. Здесь необходимо все считать. Колено туда, колено сюда. Что-то на грани фолл. Здорово здесь кончился Гасанов. В очередной раз на выходе из клинча великолепно разряжается. Скорость отличная. Попадать стал больше. Да-да-да, замедлился не только Мотивасян. Здесь по-хорошему завелся. Да, прям подскочил с тяжелыми ударами. Именно с намерением вырубиться. Но не попал. Да, пока нет. И перевести в том числе пока не получается. Возможно удар у Григора и потяжелее чуть-чуть. Но с точки зрения скорости удара Ильмар Гасанов со стороны вот здесь так посмотреть не уступает. Абсолютно точно. Очень быстрые руки. Ильмара Гасанова. Ну и готов возле сетки здесь стоять сколько угодно. Сколько, сколько ему понадобится. Стоял-постоял. Разрыв. Хорошее попадание. И можно опять, в принципе, завязываться. Но тоже для Ильмара никакой проблемы не вызовет. Продолжает сохранять территориальные преимущества. В таких эпизодах Григорь Матвасян набирает. Но он и не точные попадания. Здесь как бы Ильмар Гасанов пытается играть. Не играть, а быть в роли Кирилла Корнилова. А как раз Григорь Матвасян выступает в роли Карлоса. Хорошие колени были от Матвасяна. Причем под самый занавес. И сейчас раунд подойдет к концу. Стоп, раунд закончился. По углам разошлись. По углам разошлись. В ряду Наделов. На ваших экранах. Участник финала. Гран-при. По тяжелому весу. И этот финал состоится совсем скоро. 15 декабря в Москве. Не пропустите. Сейчас указания идут от Мурата Бичуева. Вы видите, как он так планомерно, методично, в своем стиле. Очень всегда спокоен этот, как правило, наставник. Видно есть над тем, что не хватает поработать. Видели вы статистику, да? Статистику по ударам руками в пользу Гасанова, причем существенно. По ударам ногами все очень близко. Но при этом есть еще и контроль сетки. Контроль клетки, простите. На этот параметр обращают, опять же, не в первую очередь. Внимание, судьи. Третий раунд у нас на очереди. Третий раунд. В раунд три. Вновь с уважением. Поехали. По-тайски так начинает подходить Матевосян. Все-таки база начинает выходить, когда уже идет работа на инстинкта. А вот и борьба. Работает Григорь. Есть тайгдал. Вот, видимо, о чем говорил Мурат Бичуев в перерыве. Так или иначе, даже если сейчас Гасанов встанет, Все равно это значит, что рисунок тактический сейчас, возможно, поменяется. Коленов аккуратно. Да. И сейчас будет вмешательство Виктора Корниева. Просто подъемите руки и все. Удар коленом незначительный, но позицию теряет. Вот, вот, вот. Так и есть. И это уже второй раз на турнире. И опять здесь на сцену выходит именно Виктор Корниев. Ну, без предупреждения, я имею в виду, без снятого бала. Ну, и то самое правило, да, которое выходит на авансцену. Ну, да ладно. Об этом потом сейчас ярко начинают зарубаться парни. Открывается поединок. И откровенно пошел в борьбу уже Матавасян, наталкиваясь, да, нарываясь на это колено. А вот непонятно, с нашего ракурса не было видно, все-таки зашло это колено или нет. И по трансляции тоже сразу было непонятно. Потом в повторах посмотрим. Клей. Держит, держит возле сетки Эльмар Касанов. И что здесь? Появляется расстояние между бойцами. Принципиально работает ногами Матавасян. Матавасян ищет корпус. Который раз. Хорошо справа снизу попадает Касанов. Более затянутыми становятся удары у Григора. Попытка борьбы. И вот на Эльмар Касанова есть тейк-даун. Бросается он так же вперед. Забирает спину. Ищет точку опоры Матавасян. Здорово. Очень здорово. Вот так в другую сторону качается у нас поединок. Уже демонстрирует свои навыки Эльмар. Причем достаточно успешно. И мгновенно подняться не удалось. А это что-то дозначит. Очень конкурентный бой. Будет ли еще один тейк-даун? Половина боя уже позади. Часто бывает, когда встречаются два базовых ударника. И мы видим с вами обилие борьбы. Правда, часто. Хорошо. Не очень часто. Но все-таки история смешной. Катинамор знает примеры. Когда встречались два борца. И был крайне невнятный поединок в стойке. Да. И такое было. Но сейчас мы все-таки двигаемся в парадигме не того, что парни исключительно находятся возле сетки и представляют собой какой-то невнятный бой. Ни в коем случае. Здесь инициатива гуляет из рук в руки. Мы видим и в таком стиле одного бойца, и в другом. Минута 30 с лишним до окончания третьего раунда. И в целом, да, наверное, есть временами преимущество у Гасанова. За счет как раз-таки хороших точных попаданий. Могу ошибаться. В любом случае очень важно, кто заберет последние секунды. Кто старается украсть раунд. Преимущество Ульмара действительно присутствует. Вроде бы вот по этой пятиминутке. Коротко. Сколько было от Килиматы Васяна. И опять печок такой хороший. Левый снизу от Гасанова. И опять клинч. Еще один короткий ловит справа от Григора. Не держит. Правую правую руку. Убрал пальцы? Хорошо. Правый снизу был. Я думаю, все судьи это увидели. Есть попадание на встречу от Ульмара Гасанова. И там поехала нога. Но, правда, не уверен я в том, что потрясен Григорь Матемасян. Я думаю, с джеба вряд ли можно сильно потрясти. Здорово нырнул под руку. Гасанов, ой, хорош. И вот те самые последние секунды. И вот та самая концовка. Ильмар Гасанов забирает эти мгновения. И, видимо, забирает раунд. Да, впереди. Самое интересное, пожалуй. И раунд завершен. Раунд закончился. Аккуратно голову дайлись. Да, это повнимательнее. Аккуратно куда-то повнимательнее. Так же потом вытрите его. Вот так. Так, смотрим, повторы. вот здесь тот самый эпизод да когда и равновесие потерял и удар все-таки пришелся а удар головой был здесь вот в чем дело а это уже не по правилам столкновение головами но это случайность целом так или иначе в первом раунде мы видели по на месте что инициатива переходила из рук в руки очень виски раунде второй третий уже все таки как мне кажется марга санов был устанавливать получше при этом опять же не будем забывать про всю эту борьбу в клинче еще 10 минут боя впереди да вновь начинает двигаться гасана самого начала противостояние уходит давление ух хороший был мидл кик но там опять же по блоку коленом добавляет егор матовосян и опять все у нас заканчивается темболком клинч чаще и чаще старается получать борьбу егор матовося но она по факту не проходит здесь клинч контроль стойки и здесь поговорили даже ребята к сожалению не совсем понятно было о чем при этом виктор корнеев не призывает к активности рывком хотел выйти маргасанов и получилось локтем защищается здорово отжимая голову вот колено в очередной раз да так крепко ухлёрлись друг в друга бойцы там есть колени но все это не существует из зрения урона и посвистывает публика намекая на то что можно было бы здесь по активнее вести победила нет все таки за собой сохраняет контроль стойки григорь и вот здесь конечно работа с муслимом махомедовом должна была помочь Эльмару Гасанову и она ему помогает он на ногах поднялся поднялся и причем много сил сейчас ригон потратил на этот перевод видно было что удержание на ноге большое количество сил и тем временем мы на середине четвертого из пяти возможных отрезков сорок пять на семнадцать статистика также говорит о преимуществе гасанов статистика ударов руками а вот там было на грани фола причем уже не в первый раз активнее бойцы активнее работаем вот дождались сигнализирование от виктора корнеева ну и вот здесь уже да наверно можно было бы развести в сторону совсем даже коленями не бьют ну и так с неудобной руки видно все таки усталость играет роль мы опять же здесь силы потратили в этом энергозатратном клинче который в целом Эльмар Гасанов забирает не будем забывать что моменты когда дистанция разрывалась именно он выбрасывал два-три удара до этого были удары по блоку но именно он был инициатором тех атак но тяжело приходится на себя но вот этот раунд наверное не совсем оправдывает ожидания которые были возложены вообще на эту встречу ну да такой вязкий получается раунд все клинче без особой без особой зрелищности есть минимальная активность которая позволяет поддерживать это противостояние на уровне без остановок но нормально работаем давай работаем да да работаем здорово кто в полутренировочном режиме сейчас так сошлись разошлись вытекло и вот опять серия постарался и Григор зацепить 20 секунд до конца лоу кик нет бэкпист и с одной и с другой стороны хорошо хорошо достал здесь Григор опять пошел в борьбу она здесь у него пока не получается колени по бедрам и вновь клич и цепляет здесь немножко на выходе и раунд вновь завершается повнимательнее просто повнимательнее колени смотрим еще раз собственно говоря на парней как они раскисляют руки как Радбичу вновь что-то подсказывает на итоговую статистику после четырех раундов насколько я понимаю да 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 547 на 174 это кейдж контрол контроль клетки в пользу Эльмара Касанова это это важная статистика вот по такому поединку после четырех раундов впереди всего пять минут и смею предположить что форсаж необходимо включать Григору Матавасяну и причем включать его пораньше стоим в углу да абсолютно точно не исключают капа на месте стоим в углу стоим в углу итак последний заключительный пятый раунд 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 5 фанал раунд пятый раунд пятый раунд первых каких у Матавасяна сейчас он да пойдет вперед не экономя сил и заходит в борьбу заходит в борьбу Григор при этом самом начале все-таки один удар ногой выбросил и разворачивает здорово как-то легко разворачивает сегодня Эльмар Гасанов Григора вы так говорили да много о более габаритном спортсмене там и так далее ну вот собственно здесь это не имело значения по крайней мере до сего момента довольно много ударов по бедрам по корпусу но нельзя говорить о в том что кто-то из бойцов максимально сильно просел функционально низкий бросок со стороны Григора но тейкдаун не получается еще одна попытка в одну ногу хороший захват теперь уже и у Эльмара но она опять же хватает но дальше без продолжения то есть ему достаточно удерживать возле сетки я думаю что это вполне себе часть плана побытка тейкдауна но выстоял все-таки Григорь и так с интересом смотрят сейчас клетку Фридун Адилов и наверняка за этим поединком наблюдает его стрим Магомедов просто не из зала с экрана своего гаджета или телевизора внимательно стоп ой-ой-ой колено было да этих коленей было очень много в этом поединке и вот эти удары на грани в гол они просто стали нормой для этой стримы но по факту только сейчас было попадание по крайней мере судя по тому как ощущает эту боль да ну да в общем то не посмотришь по вниманию работаете когда в пастру тычете другие поменения понимаю что это все бывает незначительно но бывает очень я понимаю что бьем по внутренней части колена точнее а не в пах вы слышали пустое внушение от Корнеева на центр время на центр на центр на центр возглавляется левая поединка повнимательнее повнимательнее работаем друг к другу друг к другу работаем с уважением не нарушаем правила подняли руки время бой ну очень правильные слова от Виктора Корнеева все-таки вот эти большое количество моментов связанных с возможными нарушениями оно и сподвигло как раз Виктора все-таки сделать это замечательное в том числе следствия должен работать упреждающим образом Григорий неплохо подхватился пропустил нога опять поехала через глухую защиту в откровенную руку колено навстречу колено полетело два пятьдесят до конца боя и вновь клинч и этим клинчем как раз таки Касанов высушивает взрывного Матевася да иногда велосипедят в боях как принято говорить а иногда бой сушен в данном случае происходит второй вариант в этом клинче да причем это ведь такая работа за которой не упрекнешь в том смысле что он подсушивает а потом бьет по крайней мере так было в предыдущих раундах сейчас конечно поменьше да пореже но тем не менее ну да Матевасян сейчас включается на полную катушку и наверное этот раунд потенциально может забрать только другой вопрос не хватит ли этого да стол время теперь еще одно колено один-один да я так понимаю в том время попал как будешь готов дай мне себе руку свою не доставки да Матевасян в нейтральном углу пауза может быть до 5 минут и ведь не случайно Корнеев предупреждал не случайно и все равно мы видим еще одно нарушение вновь 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 сейчас будет дистанция и это шанс как для Григора так и для Эльмара время внимательно осталось немного поэтому давайте сделаем бой красивый поджали руки подняли ручки время интеллигентно по-петербуржски сейчас отработал Виктор Корнеев и главное осталось немного тоже интересные интересные слова вот Виктор и так смотрим действительно немного осталось две минуты уже меньше подавливает подавливает хотя по большому счету наверное он его тренерский штаб болельщики все ждут совершенно иной работы не вязаться не пытаться здесь перевести в борьбу если уже не получалось то наверное просто откровенно порубиться в этом есть шанс по крайней мере мне так кажется а Гасанов делает пока все идеально и время работает на него да ну нельзя сказать что делает идеально но совершенно точно можно сказать что Эльмар Гасанов провел просто хирургическую подготовку к этому поединку да 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 препарировал здорово как раз сильные слабые стороны все понял для себя и тут важна дисциплина вот она как раз таки решает то есть ту же работу которую провел Григорь Матавасян перед реваншем с Куслимом Магомедовым совершенно верно сейчас проделали Маргасанову уже применимо к Григору да полностью согласен именно так и складывается впечатление что Матавасян как раз к такой работе не готов да при этом получается что результат он для этого отрицательным разве чуть здесь же наблюдает и переживает за Григора продолжается борьба в стойке и ждем ждем и последние секунды будет ли какой-то спорт не получается за корпус хороший прихват от Гасанова колено ответное колено пара пичков и ждем сирену об окончании поединка и все успел в конце один раз спирать их григорь ваши аплодисменты бойца а мы ждем решения Субтитры делал DimaTorzok 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 Все пять судей одинаково оценили этот поединок 48-47 Таким образом, единогласным решением победу одержал он в favor of your winner by U-Terovus decision Итак, Эльмар Гасанов выигрывает в этом противостоянии. Тяжелый бой у всех 48-7, у всех 3-2 по раундам. Поздравляем Эльмара. Это было очень упорное противостояние. Дайте шума Гасанову! Санкт-Петербург! Эльмар! У вас будет время еще поздравить друг друга. Несколько слов. Тогда поаплодируйте пока Гасанову. И еще разок. Да, пожалуйста, это он. Это отец, друзья. Давайте поаплодируем. Вот чья радость действительно является по-настоящему искренней. Друзья, давайте, давайте, давайте поддерживаем еще, 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 еще. Чистейшие эмоции. Можно все-таки мы немножко поговорим с Эльмаром? Почему этот поединок получается для тебя настолько важным и настолько эмоциональным? Расскажи. Да, почему я первый раз дерусь пять по пяде, а не ожидал мне последние два раунда. На самом деле, было тяжело. Я не знаю, почему. Вроде все. Тренировался, готовился. Блин, Григор молодец. Ну, многие не верили в меня. Это тоже меня мотивировало очень сильно. Даже когда перед боем у лиги был подкаст, там они разговаривали. Они все отдавали Григорю припочение. Я за день до боя это смотрел. Потом снимают, он ко мне подходил. Парень, не знаю, как его зовут. Он тоже говорил, ты видел? Я говорю, да, да, видел. Это тоже меня мотивировало очень сильно. Поэтому вот так вот. А так хочу очень сильно поблагодарить. Вот. Это мой тренер, который с детства меня воспитывал, Дмитрий Гассианов. Также Ахмад Малек, который очень много мне дали. Также Расул Магомедалиев, который не смог приехать. И еще самое главное. Два очень близких. Моя друга Тимур Набиев и Роман Ганов. Они также смотрят и поддерживают меня. Очень жаль, что их нету. И много еще ребят, которые смотрят в Грузии. Моя мама, брат, сестра. Я не знаю, мне очень тяжело. А так, я очень благодарен. Муслим тоже очень много помогал. Он должен был приехать, он не приехал. А так, очень много ребят также в Атланте, Красноярске, когда всегда меня поддерживают. Ну и все мои близкие, родные также в Лиге. Огромное спасибо. Мало кто хочет такой шаг, такой шанс. Блин, второй номер Лиги, который побил всех, в принципе, на своем пути. А Муслим его побеждал. И также я вышел и его побил. Блин, огромная благодарность Муслиму. И также у меня одно поражение в карьере. Это от Вагнера Прада. Его Григор побеждал. Очень много ребят побеждал. Вот Расул Магомед Алиев, который очень тренировал меня, поддерживал. Мы сделали свою работу. Очень всех благодарю. Мой дядя из Грузии, Самир Гацанов, также мой дядя Сточильного, который также смотрит, поддерживает. Бильск. Бильск, спасибо. Весь Бильск. Витя Кобзев. Витя Кобзев – это тот единственный человек, который на данную секунду помогает мне, в принципе, и поддерживает, помогает. Вот ПМП «Континент». Я представляю его. Он мне также помогает очень. А так я хочу всем огромное спасибо. Если кого-то не упомянул, вы сами знаете, что я всех люблю. Спасибо очень. Ваши аплодисменты победителю Эльмар Гацана!